Всем привет! Знаете что за тело? Видите? Коробочки. Коробочки. Принесла свою. Вот в общем, это моя коробочка с моими побрякушками со всеми. Но это не все, конечно. Это такое основное, что я постоянно ношу. Вот оно в этой коробочке. Тут вот еще есть, тут вот еще есть. В общем, и там еще лежит очень много всяких вот таких коробочек. Но основное, что, как я сказала, оно здесь. Сейчас я хочу все потихонечку переложить. Смотрела мою распаковку стема. Тут в курсе, да, что я там прикупила себе коробочку наконец-то. Я ее только сейчас рассмотрела. Оказывается, вот здесь поднимается. Видите, вот эта вот штучка. Это, видимо, для сережек или для чего-то. Ну, для гвоздиков, наверное. Там вот для колечек, наверное. Или для чего-то еще. Вот эти вот штучки я на место вставила. Тут вот тоже можно что-то. Серьги, наверное, кольца, что-то. Тут, наверное, для часиков, для браслетов. Тут для цепочек, наверное. В общем, сейчас буду разбираться. Буду смотреть. Вон, кому интересно. Посмотрите, у меня тут и золото, и бижутерия, и чего только нет. И серебро. У меня серебро тут нет. Есть что-то вот серебряное. Я вижу. Сейчас посмотрим. Ну, что показываю, что я тут сделала. Пока что такой сырой вариант. Цепочки. Это мой браслет. Золотой. Саша мне когда-то его дарил. Так, это цепочка Сашина. Это первая цепочка, которую я подарила Саше еще в школе. Он учился в одиннадцатом классе. Я в десятом, когда мы начали встречаться, я ему подарила вот эту цепочку. Он ее там паял. Он как-то дрался там, порвал ее. Это моя цепочка. Я когда ездила в последний раз в Казахстан, я купила. Брат мне подарил деньги, я купила. Ну, вот эта цепочка мама мне привозила с подвеской тоже. Подвеска. Тут она вот лежит. Сейчас я тоже ее покажу. Потом это простая цепочка. Ну, тоже такая, как... В общем, обычная цепочка. Тут у меня два браслета. Это бижутерия. Потом это ключ от этого... От самой... Как его... Шкатулочки. Как ее назвать? Коробочки. Это какая-то денежка. Саша тоже где-то набьем. Так, это бижутерия. Серьги. Я просто их сюда закинула, потому что... Как... Ну, не помещается никуда. Так, здесь у меня... Здесь серьги. Вот эти. Это золото. Два. Желтые и... Как... Какое оно там? Желтые и белые. Вот это... Потом... Это тоже мои серьги. Это я покупала в Казахстан, когда летала. Вот вы часто при них спрашиваете с камушками, а они внутри там. Вот эти серьги. Потом вот эти серьги Саши мне дарил. Он в Казахстан летал. Приехал мне, привез вот эти сережки. Потом эти мне брат дарил на свадьбу маленькие. Ну, эти маленькие серьги шли вот с этим кольцом. И вот эти серьги... Это... Это, по-моему, белое золото. Или серебро. Белое золото. А потом... Подождите. А, нет, это серебряные сережки. Все, я вспомнила. Я думаю, какие-то у меня были похожи белое золото. Нет, это серебро. Вот эти серьги. Эти нам дарили деньги на свадьбу. И мы с Сашей купили ему печатку. И мне купили серьги золотые. Это с бриллиантом кольцо. Саша мне дарил. Эти... Эти... Что за? А! Это подвесочки. Вот мама мне привозила. Вот такую вот иконочку. Золотую. Дарила. Это... Это тоже мама мне дарила. Привозила. Привозила. Да, по-моему, да. Мам тоже мне дарила. Вот эти серебрии Саша мне подарил. Последние, которые с настоящими камнями. Так, что-то у меня фокус. Это тоже золото. Это вот Саша мне дарил. Тоже вы их, наверное, помните. На Новый год он мне, по-моему, дарил. Вот эти серебрии. И... И... Ну и здесь вот это вот все. Практически бижутерия. Да, по-моему, все бижутерия. Не, вот эти серебрии. Вот эти нет. Это не бижутерия вот эти. А вот остальное все это бижутерия. Все. Да. Это вот последние, которые мне из Тэму пришли. Вот эти вот красивые. Мне нравится. Они очень. Так. И что еще? Внутри у меня там, да, есть еще. Ну, давайте покажу. Так. Здесь у меня бижутерия. Это золото. Это Саша мне дарил. Такие серьги золотые. А это у меня здесь... Сейчас покажу. Вот это вот кольцо. Это первое кольцо, которое подарил мне Саша еще в школе. Потому что мы с ним дружили. В Казахстане. Серебро. Вот оно. Сейчас оно мне на мизинчик. Это первое кольцо, которое подарил мне Саша еще в школе в Казахстане. Вот оно. Так, его, естественно, я оставила. Потом это тоже мне Саша дарил. Вот какое-то колечко. Вот такое вот. Сейчас подождите секундочку. На пальце одену, чтобы понятно было. Вот такое вот. Это серебро, по-моему. С камнем. Саша мне дарил. Вот это спаси и сохрани колечко. Это мне... Сейчас, секунду. А-а-а. Вот спаси и сохрани. Вот это колечко мне подарила моя подружка, когда я в этот раз приезжала в Казахстан. Она мне его подарила. Ну, и эти серьги, это бижутерия. Это так. У меня праздничный вариант. Вот эти вот. Они очень красиво смотрятся с бабушками. Ну и все. А здесь у меня вот. Я еще не определилась, что с этим всем делать. Я просто положила все в эту коробочку. Так, что самое главное я тут нашла. Это Ромкины. Ромкины зубики. Первые, которые у него выпали. Вот они. Я их храню. Два зубика я пронесла. Если честно, даже забыла. Потом... Здесь у меня вот эту подвеску я Саше дарила. Она сломалась. Там вот этот крепежца. Это серебро, но она почему-то почернела. Я не знаю почему. Почему подвеску такую я ему дарила еще в Казахстане. Ну, серьги вот такие. Вот такая цепочка серебряная. Она порванная. Не знаю, что с ней делать. Потом кольцо вот такое вот. Вот так. Блин, да что ж ты не фокусируешься. Вот такое кольцо. Потом вот это вот кольцо. Вот это мама мне привозила вместе с цепочкой. Сейчас покажу вам. Покажу. Так, где ты? Вот. Анастасия там на ней написана. Там мама в церкви, по-моему, покупала. А меня не помню. Точно надо у нее спросить. Потом крестики. Вот один крестик. Кто же у него этот сломался? Этот держатель. Потом вот это мне тоже мама, по-моему, дарила. Весы я. Вот это мне подружки когда-то с Казахстана дарили на день рождения. Черепашку. Вот такую серебряную. Вот такие вот сережечки серебряные. Ну, я не знаю. Я выкидывать это все, конечно же, не буду. Потом ангелочка. Он есть какой-то серебряный. Потом еще один крестик. Вот такое колечко. Потом такое кольцо. Это все серебро. Вот у нас с камнями. Да что ж такое? Плохо фокусируется. Укономить. С камнями. Потом есть вот такое вот сердечко с камнями. Там еще что-то. Севинка. Вот видите, тоже серебряная. Потом вот здесь подвесочка тоже. Вот такое вот. В общем, с этим я сейчас решу куда чего сделать. Естественно, я выкидывать не буду. А вот здесь я уже отобрала, что я выброшу. Это бижутерия. Вот эти серьги. Я их выброшу. Потом это у меня я выписывала как-то на китайском каком-то сайте. На ногу себе браслетики. Они такие, как ниточка. Их сразу рвутся. Это тоже бижутерия. Цепочка. Она чернеет очень сильно. Но так она очень прочная, хорошая и дорогая бижутерия. Она дорого стоила. Потом вот это вот мне пришло в подарок. Куда я на руку себе ниточку заказывала. Потом еще какие-то вот на ногу была. Ну и в общем, все в этом роде. Вот это все выбросить нужно. Что такое? Ты хочешь что-то рассказать? Бабушка подарила. Да, Рома любит всякую такую. Да? Да. А вы знаете, я показывала Эмилю, что она вот такая делает. А потом Эмиль такое делает. Эмиль это твой братик, да? Да. В общем, я буду тут дособирать, буду собирать дальше. С вами мы увидимся завтра, но, наверное, в этом же видео. Все. Всем пока, до завтра. Пока, пока. До завтра. Всем пока, пока, до завтра. Всем привет. Неожиданно. Я иду, в общем, на улице. Хотела взять с собой Романа на велике. Думала, поедем, он немножко прокатится, а я пешочком за ним. В общем, Саша скоро будет с работы ехать. Ну, как бы не скоро, еще час, как минимум, да, до его этого. Как он отработает, как выйдет с работы. Ну, и я думала, мы за это время, я запыханную уже, за это время пройдемся прилично. И, ну, на обратном пути Саша нас заберет домой. В общем, навстречу ему пойти. Что, Ромка на велике, а я пешком. Немножко такой спорт. Ромка, ни в какую не захотел. Я, у меня выходной, я хочу дома. Я говорю, как хочешь. Оставайся тогда с Давидом дома. Остался я выходить. Мама, я не хочу, чтобы ты уходила. О, господи, как он пешит. Мусорки. И, о, парк этот, в котором мы были. Парк экламируется. О, он отвернулся от нас. Вот там, в котором мы были недавно. Ну, и, в общем, я говорю, так, ты или идешь, или не идешь. Нет, я остаюсь дома. Видите, какие тучи черные. Остался дома. Но мне нужно купить хлеб. Обязательно, потому что хлеб кончился. Вчера вечером я не ездила. Никуда в магазин не заезжала. Сейчас мимо булочной еду. Я взяла с собой денежки просто. На сумку ничего с собой не брала. Только зонты. Деньги и зонты. Ну, и решила, что на обратном пути мы будем с Сашей ехать. И заеем мы купим, чтобы я с собой не таскала. Это все сейчас пакет. Это, в общем, с хлебом. Там дети заказали себе по пирогу. Один с маком, другой с творогом. Вот так. Так что на обратном пути заеем. Надеюсь, будет еще открыт. Решила сделать вот такую вот вылазку. Немножко размяться. Потому что, ну, уже никуда. Никакие ворота. Сижу, сижу устала. Я уже давно хочу прогуляться хорошо. Но все как-то не... То одно, то другое не позволяет. Вот так. То погода, то ветер. Ну, погода. Одну и ту же ветер и погода. То еще какие-то дела. В общем, вот так. Так что решила сегодня. Кому интересно могу сказать цены. Дизель стоит 1.64. Сейчас Супер стоит 1.73. Е10 1.67. Вот такие у нас цены на сейчас. 1.64 это, в принципе, дизель подешевле. Как бы сейчас уже эти дни был 1.71. А вот так вот как. В общем, такие цены были. За 70. 1.70 с копейками. Сейчас я немножко подешевле. Погода такая, так себе, да? Прохладная. Я вышла, даже мне, можно сказать, было холодно. Я хотела даже развернуться и пойти одеть куртку. Потому что я вышла в жилетке. Что, дождь начинается? Не помила. Да, то есть, но дождь начинается. Хорошо зон взяла. Хотела развернуться и пойти куртку одеть. Потом думаю, нет, Настя, сейчас ты будешь идти, тебе будет жарко. Но и так и есть. Ну и солнышко выглянуло. Местами где-то. Где-то тучи, где-то солнышко. Все. Топаю дальше. Там к вам подключусь. Позвонила сейчас Саша. Говорю, я иду на встречу. Говорю, ты не дольше там будешь. Что бывает, что он там дольше задерживает или еще чего-нибудь. Нет, говорит, нормально. Как обычно, до часу. Ты, говорит, где... Ну, я ему сказала, где я иду. Он такой, ну что, я еще... Еще, говорит, минимум 20 минут буду работать. Я говорю, нет, я просто на встречу тебе буду идти и все. Он говорит, а, ну ладно, давай. Тогда, тогда, говорит, нормально. Я, говорит, еще не выхожу с работы. Я говорю, я-то знаю, что ты до часа. Вот так. Так, что предупредила мужа, чтобы мимо не проехал, чтобы забрал меня домой. Топаю. А сейчас прям жарко стало. Думаю, хорошо, что я в жилетке все-таки пошла. А то сейчас вообще запарилась. Прям уже так... Ну, темп то, что держу, поэтому, видимо, жарковато становится. Смотрите, как уже красивые деревца эти. Тут цвели, цветочки. Классно, вот в этом парке вообще вот так. Сзади столько цветов. Очень красиво там. Хорошо. Слушайте, как классно стало на улице. Ветер утих. Немножко солнышко проглянулось. Я вообще с Убежоу вышла. Я уже сюда. Через мост, в общем, в Коблинс. 20 минут, и я тут. Там, конечно, хорошо. Там это Зава сейчас. Ну, там Райн будет, да, дальше. В общем, по аллее. Красиво, хорошо идти. Но я там гуляю всегда, когда иду. Решила сегодня пойти через город. Пойду через город прям. По аллейке нигде. Ой, там Бобер ходит. Или Нутрия опять. Или как ее зовут там. Вон там, там люди ходят. Ой, стоят. Вон они ходят. Одно время у нас прям там их очень много было. Вон они ходят, видите. Вон они по берегу ходят. Одно время прям их очень много здесь было. Особенно, когда корона была. Людям некуда было ходить гулять. Нельзя было. Вот все ходили, их кормили на Райн. Вон, у нас прям их было очень много. А потом куда-то их, видимо, вывезли. Пропали они. Внутри это, по-моему, называется, говорили. Я все Бобер, Бобер. Но них и Рома, и на них Бобов. Бобов, Бобов, говорю. Он тогда еще не разговаривал. Нормально как бы так. Ну как, разговаривал. Но у него там что-то это как-то он странно это выговаривал. Ну, Бобров ходили кормить. В общем, корона была. И вот у нас каждый вечер в обед и в вечер ходили. Покупали хлеб специально. Даже который оставался. Уток кормили, Бобров кормили. В общем, всех откармливали. И там не только мы были. Там Бобульки, Дедульки. Что так они носили им. Кормили. Вот их было очень много. И потом в один прекрасный момент. Так как корона закончилась, они куда-то исчезли. Такое ощущение, как будто их вывезли. Взяли, собрали всех. Потому что их было очень много. И вывезли куда-то. Сейчас очень редко где встретишь их. Вот так вот. Ну все, сейчас дорогу перейду здесь. И пойду туда. По городу. Иду, иду. А тут, смотрите, игрушечки выставили. Енот. Дети, наверное, мимо не могут пройти просто так, да? Раньше Ромка, когда маленький был, мы идем. Раньше, ну, где-нибудь выставляют. Там эти, знаете, когда спермируют. Музыка, слушайте, как я ее. В общем, выставляют где-то старую мебель. Всякое такое бывает. Там игрушки какие-нибудь. Ромка, ясел, видишь, где-то ящик с игрушками. Что-нибудь да зацепит. Вот надо ему, не надо. Он все равно зацепит. Принесет домой, она будет валяться. Потом я возьму в тюкушку, выкину. Всегда так было. Что-нибудь да зацепит. Мне надо. Ой, дети эти, дети. Вот так. А я часто сама перебираю Ромкины игрушки. Ставлю коробки возле дома. И прямо с этими коробками у нас это книги детские. И игрушки какие-то. И все подряд вот детское такое. Частенько навожу ревизию. Раньше, да, это маленький был. Делала так же. И Ромкина сейчас тоже часто выставляю. Забирают сразу. Проходит там. Ну, в общем, полдня не проходит, видимо. Как поток идет со школы. Или родители, дети. В общем, разбирают быстро. Вот так. А я уже практически в центре. Понимаете? Чуть-чуть вот два шага. И там уже центр наш. Потихоньку дотопало. Цветы уже высадились, адресик. Только солнышка не хватает. Солнышко бы вышло и все. Вскорсение в центре, смотрите. Все магазины закрыты. Люди есть. Ну, немного. Обычно здесь толпы не протолкнуться. В центре. Вот так вот топаем. Забралась на мост. Смотрите. Машина. Вода в Мозелле грязная. Вот там они, Райн с Мозелем, встречаются. Вот там. Все. Топаем по мостику. Третья на меня какая-нибудь. Ай, я уже вспотела. Уже раз этого куртку расстегнула. Вернее, зилетку. Жарко. Очень жарко стало. Красная еда вспотела вся. Сашка уже позвонил, вышел с работы. Сейчас он едет навстречу. Нужно меня забрать здесь. Прошла уже. Сейчас я вам скажу, сколько километров. Прошла 9 километров за час пятьдесят. Но я так, да, иду просто хорошим шагом. Не бегу, где-то на светофорах стою. Так что, ну, нормальный пену держу. И, думаю, 9 километров уже почти возле мамы, возле свекрови. Дошла уже практически. Чуть-чуть тут осталось. Вот такая я спортсменка. Хочется жирко поплавить. Но уже ага во мою мысль. Уже, если честно, чуть-чуть подустала. И что ты тут понаставил? Не ждешь меня? Стоя. Можешь помочь? Давай я. Меном не застрял. Ну, че, ты как тут? Нормально. А с работой? Ну, когда-то сделаем ничего. Уже такое, все, все, все. Ты решил похвастаться кузом, или что, сделаем ниже? Да, ловим просто. Торчит какой. Как дела? Спотело, видишь? Что, трешко идти? Не, нормально. Но жарко. Я так, с темпом. Хорошо прогулялась. 9 километров до отсюда. 9 километров? Да. Пешочком. Нормально? Да. За час, час десять я дошла. Представляешь? Угу. Нормально? Час десять. Бывает, иногда на велосипеде два часа еду. Ты куда? Да, я низы пристегнулась еще. Я себе отстегала. Да, я сказал мне, этот, маковый пирог, а Ромка, ну какой он красный, киза кухонный, этот творожный пирог. Закончить тренировку, закончить. Я, ладно, тут память не нужно. Уже стой теперь. Ой, вон тут, смотрите еще. Хотел еще на красный. Вот, так нельзя делать. Точно, смотри, какие подлецы. Смотри, а что они там встали, смотри, вон вдвоем остановили две машины. Сейчас мы их поругаем. Тридцать, вон тридцать показывает. Вон, она показывает, видишь, тоже, тоже показывает, что туда нельзя поворачивать, а он повернулся. Полицай сами своих ругают. Ну, сейчас я размечтала, они сами своих поругать. Перекрыли одну-то эту полосу, да, и стоят там. Ага, деловые. Размусоливают что-то. Две машины, в общем, полицаев встали. Поставили какой-то знак там, да, или что, или нет. Что-то там происходит. Ромка тут все окна заляпал. Рисует постоянно, тут запотеет, он начинает рисовать сердечки, звездочки. Поехали. А вон еще одна стоит машина, смотри. Точно, ты смотри, что-то они перекрывают, а на эти что-то. Не срался. Не трогайте людей. Оставьте нас в покое. У меня спрашивают, почему ты за рулем не ездишь, говори. Почему ты за рулем не ездишь? Не дают. Не дают рулем. Сзади приходится сидеть. Даже впереди не разрешают садиться, да. Только если один вот могу ехать за рулем и не взади. А как тут они оденятся? С прической. Ну, пока вот. Помылся? Что ж ты будешь делать, а? Так слепит что-то, да? Солнца вроде нет. Ну, отвыкаешься тут от солнца вообще. Как бы все зимы солнца не видят. Вот он едет за мной. Все нормально. Все отлично. Все у нас есть. Ты-то, слава богу. А то многие там недоумения пропил, права и всякое такое. Да, и сюда, по себе судят. А ты куда едешь сейчас? Я куда-то еду, нам надо. Ну, нам домой надо. А зачем мы тут не могли? А зачем нам туда ехать? Видите, он даже не умеет за рулем ездить. Не знает, как домой ехать. На велосипеде такое. А, ты едешь точно как на велосипеде через банков. Через вокзал, как на велосипеде ездит. В общем, я вообще не люблю, если честно, за рулем ездить. Не нравится мне это дело. Я раньше столько много ездил, что отпало желание. Раньше столько много. Сколько лет назад ты ездил? Много-много. Давно, да. Как Настя права получила, все. А сколько лет у меня права? 2010 года, да? Да. Немецкие права. Да. Это получает... Я так боюсь, когда я не сорваю. Это что я себе... Мне кажется, так близко он подъезжает. В 2010 году я получила права, ну и все. И меня же укачивает сильно, да, когда я рядышком сижу. И все, я начала ездить. И все. Ну, нет-нет, Саша ездил, ездил, а потом уже как-то он говорит, дай, едь сама, а то тебе плохо будет, и он там ляжет сзади и спит. Ромку укачивает, он тоже впереди. Поэтому папа наш... Что, заселили меня назад вообще? Папа, папа заедет. Там шепот не в багажник. Да ладно, ты сам там любишь сидеть. Вот так. Так что... А на машине я не люблю ездить, если честно, на дороге. Он вообще не любит на машине ездить. Он-то... Когда даже... Вот бывают такие поездки, редко-редко у нас, когда мы в отпуск на машине, например, едем. Ох, для него это целое... Да нафиг оно нужно! Поехали лучше на самолете или на поезде, или на чем-нибудь, в общем, на общественном транспорте. Зачем этот штресс? Куда-то машины парковать, ехать на них? А я, наоборот, люблю. Я вот бы села и ехала хоть сколько километров. Мне нравится на машине лучше как-то. Я себя комфортно чувствую. Вот это время самое... С работы, когда едешь, самое опасное. Сыпать почти. Да. Я уже столько раз засыпала, так на светофоре где-нибудь и шмяк кому-нибудь в задницу заезжал. Это очень неприятно. Вот это именно обеденный период, вот это время, ну, с часа, там, двух, до четырех, у меня вообще ужас прям, я засыпаю прям за рулем, особенно летом, когда будет солнце, глаза светят и начинаешь засыпать. А мне нравится, когда дождь, я не знаю, у меня солнце именно прям море, как этот сон. Все, мы уже сейчас приедем, да. Лайнштейн, и там хлебушка надо купить, забежать, не забыть. А то дети нас домой не пустят. И проехали мы мимо. Ой, там вижу, какой-то хлеб еще есть, да, по-моему. Надеюсь, пучится. Булочные буки. А тортики нельзя нам. А, вот это, да, ведь сказал купить оно. Вот такую булочку он сказал, только без помидора, с яйцом, если есть. А, ну, с яйцом, да? Вот так, с сыром. Вот то ему скажи, пускай возьмет. Пускай возьмет. И, Ромке, нету этого? А, вот есть кеза кухон. Кеза кухон, а мой кухон есть? Нет, не ешь, да? А, вот тогда нусек пускай возьмет. Нусек тогда. А, да, веду. Ты что-то будешь? А хлеб вон есть один. Купили, зашли. Багеты, батоны такие. Так, что мы там купили? Вот. О! А ты прям так решил все показать досконально? Да, ну ладно. Я думала, просто позаглядываем дальше. Заглядывать интересно. Булочки. Творожный пирог. Это вот. Булка. Да, веду. С сыром и яйцом. Вот такая. Красивая. Вот такая красивая булка. Что, хочешь такое? Нет? Ребятам привет сказал? Привет. Здесь мы с этим. Да. Творожные, ой, творожные эти, как они. Ореховые треугольнички. И батоны. Все. Все. Все, что мы купили. Нет, нет, Рома, борщик. Ну все, мы пообедали. Чай попили. Все, в общем, все дела сделали. Чемно. Мы тут за столом. Я, вернее, за столом сижу. Сейчас буду все убирать. А с вами мы на сегодня уже попрощаемся. Увидимся завтра в следующем видео. Всем удачи. Подписывайтесь, кто не подписан. И пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok